Привет, друзья! Сегодня у нас небольшое занятие по вертолету СА-342 «Газель» в исполнении «Мистраль». Хочу немножко рассказать об этом вооружении, которое будет на нашем вертолете. Во-первых, ракета «Мистраль» изначально изготавливалась для ПЗРК, для переносного ракетно-зенитного комплекса. И ракета изготавливалась для наземных вооруженных сил, для быстроманевренного боя. Потому что начала сильно развиваться малая авиация, и вот именно вертолеты, низколетящие цели. И поэтому разрабатывалась ракета именно для поражения целей на коротких и длинных дистанциях, низколетящих и вот такого характера. То есть ПЗРК, которая работала, можно сказать, в упор. Поэтому если вы работаете с «Мистралью», то можете иметь в виду, что если вы даже на удалении от цели от 500 метров, 500-600 и дальше до 6 километров, то вы можете смело стрелять. Поэтому я хочу провести такую небольшую экскурс, такую характеристику этого вооружения. Потому что не все цели эта ракета может взять. Ну, во-первых, сама она вот с 1974 года выпускается и постоянно модернизируется. Она была изготовлена, как я говорил, уже для высокоманевренных боев от ультраколет коротких дистанций, полукилометра, до 6 километров. У нее цели, например, можно даже поражать цели самолеты, которые двигаются со скоростью до 1500 километров в час на дистанцию до 3000 метров. То есть эта ракета может даже самолет этот догнать. Вот такая у нее скорость. У нее скорость этой ракеты, ну, можно сказать, 2,7 маха. Потом она уже на излет уходит и дальше, чем 3 километра, она уже самолет, который двигается с постоянной скоростью, не догонит. А вот именно зависший вертолет, допустим, где-то там висит вертолет, там, ну, буквально, ну, допустим, в 4 километрах, то она его достигнет за 6 секунд. Так, ну, чем эта ракета характеризуется? Во-первых, масса самой ракеты вот этой трубы 17 килограмм. Инфракрасная головка самонаведения, то есть выстрелил и забыл. И единственное, что она, опять же, как вот для нашего вертолета, имеет некоторое ограничение по весу. Потому что вот, если в транспортно-пусковом контейнере ракета снаряжена, то она весит 24 килограмма. 4 килограмма, ну, 24 килограмма умножаем на 4 штуки, то и получаем, получается, ну, сотка, 100 килограмм у нас только на ракеты. Поэтому вооружение, если берете максимум мистрали, то, опять же, 80 процентов топлива больше, в принципе, и не надо. Здесь нам, мы с собой берем обычный телевизионный комплекс для проведения разведки. Не инфракрасный, чтобы было полегче летать. Видите, он отличается от того, который мы использовали для удара по земле. Здесь инфракрасного нет, здесь просто мгновенная видеокамера. Ну, мы ее даже использовать не будем. Она так чисто, чтобы второй пилот без дела не сидел. Он тут поглядывал в разные стороны. Если что, где-то заметит, он сразу и нам сообщит. Ну, вот такая вот. Короче, бьет она от 500 метров, эта ракета, почти до 6 километров. Ну, боевой заряд у нее, как он, осколочно-фугасный, начиненный, там, простыми вольфрамовыми шариками. И чем отличается эта ракета, она взрывается на расстоянии. То есть она, у нее нет взрывателя от удара. То есть она подлетает к цели, у нее идет лазерный взрыватель, который на расстоянии метра от цели производит подрыв боевой части. И получается большой разлет вот этих шариков. Они вольфрамовые, скорость большая, потому что 3 килограмма боевой части взрывается очень весело. Поэтому осколки взлетаются так, что, допустим, вот от этого вертолета, от нашего, можно сказать, останутся одни дырочки. Поэтому, допустим, я пытался на Ацетой Мистрали преодолеть, допустим, Апач. Ну, Апач, это, знаете, это танк с вертушкой, поэтому я 2 ракеты впуливал в него подряд, чуть ли не 3 очередью. Все равно Апач, он вытягивался и убегал, поэтому дымил весь, там, горел, но куда-то он улетел. Так, как этим пользоваться? Ну, здесь все просто. Свет вон дали, вооружение включили. Здесь включили, вот опять же, вот это, то есть у нас по 2 ракеты с каждой стороны. И включаете раз-два. Можно включить обе сразу, не обязательно там правой или левой. Две включили, и в процессе стрельбы ракеты будут отстреливаться справа и слева автоматически по очереди. Поэтому здесь ничего выбирать не надо, просто обе включили и пасете. Ну, ЛТЦ, отстрел ЛТЦ у нас, как обычно, на правый борт, в ручном режиме. И что? Стреляете отсюда. Единственное, что нам осталось, откинуть прицел. Вот маркер и вот звук. Когда цель воздушная попадает в прицел, звук идет постоянно, просто гудит. Можно стрелять. Если цель далеко, но она здесь, он просчитывает и не дает вам выстрелить. Как только цель зашла ближе 6 километров, можно выстрелить и улетать в сторону. Ракета сама цель найдет. Но все зависит от характеристики самой цели. Если, например, такой же вертолет, как мы, или вот там, допустим, ну, Ми-8, или какой-нибудь полегче, там, транспортник, она вас шибет. А если, например, Апач, я пытался его завалить с трех ракет, но он от меня ушел. Весь с дымя и матерясь. Поэтому сейчас мы попробуем слететь и кого-нибудь поискать. Потому что у нас на районе вот ходят два хорошо вооруженных. Патрулируют на черкесске деревню. Поэтому мы можем попробовать выскочить на них и кого-нибудь поцарапать. Потому что на нашем супер вертолете против Апачи сильно не навоюешься. Так, сейчас мы сделаем вот что. Я, чтобы вот сейчас пока в такую массовую драку не лезть против вот этих двух зверей, мы кое-что сделали полегче. Я вот здесь вот на полигоне в Черкесске выставил два вертолета попроще. Вот это вот Блэкхоки на полигоне. Выставил. Они здесь покружатся, а потом попрутся в город. Поэтому наша задача какая? Поучиться нашими Мистральками поработать по целям, которые более-менее полегче. Здесь они на полигоне кружатся, потому что мы, когда сюда прилетаем, начинаем тут бузить, всех расстреливать, учиться. А вон те парни, которые под нашими пулями бегают снарядами, уже им до того надоело. Они уже попросили какое-нибудь прикрытие. Но вот эти вот два вертолётика вроде прилетели им на помощь. Но мы сейчас их будем искать. Сейчас они здесь пару кругов сделают и попрутся к своим. вон туда, через наши позиции. Поэтому вот эта штука у нас проснётся и начнёт их пасти. А они пойдут вон там, вон там, через город, в свою сторону, туда, к своим. Поэтому наша задача успеть их выловить и пошибать. Поэтому сейчас мы сделаем следующее. Так, тут у меня всё включено. А на карте мы, допустим, найдём какую-нибудь точку, чтобы сделать из неё как бы оперативную. Ну, вот координаты я выписал. И вчера, когда мы учились стрелять по земле, там по навигации кое-что забыл вам объяснить. И поэтому чуть-чуть было неправильно. Сейчас я вам расскажу, как сделать более-менее точно и правильно. Так, ну всё включено. Вот на держу. Мы сделаем точку оперативную под номером 1. А точку возврата сюда, вот этой точке, вот этой площадке, мы сделаем под номером 2. Итак, номер 1. У нас координаты есть. Я их записал. Поэтому выбираем 1. Enter. Стираем. Пишем 44, 15, 3. 44, 15, 3. Потом вниз. Стираем. Пишем 42, 0, 9, 0. 42, 0, 9, 0. 0, и Enter. Всё. Это первая точка. Чтобы сделать отправную точку нашу, второй, допустим. Смотрите, что надо сделать. Внимательно. Вот крутилка. Влево. ПП. Бум. Гель. Бум. Обратно. Бут. Бум. 2. Enter. Всё. Вот первая. Это полигон. Вот вторая. Возвратно. А вот теперь смотрите, чтобы активировать точку, чтобы указатель курса начал показывать туда, на полигон. Смотрите. ДЕС-1-Интер. Вот показывает на полигон. А когда будете возвращаться, ДЕС-2-Интер. Вот она смотрит сюда. Запоминайте. На полигон первую точку. ДЕС-1-Интер. Показываю. Вернуться на площадку. ДЕС-2-Интер. На площадку. Итак. Всё. Активируем первый. ДЕС-1-Интер. На полигон показывает. Ну. А эти черти уже по городу бегают. Поэтому сейчас мы вот где-то... Вот координаты. Вот пойдём в эту сторону. И начнём этих чертей ловить. Они уже чешут через город. Вон там. Если через F5 посмотреть. И смотрите вот на нашу карусель. Она уже, видите, работает. Вот угомонилась вроде бы как мимо. Поэтому она не станет. Вот опять. Это у нас того. И у нас, видите, на радаре вот тут. Который предупреждает об облучении. С-6. Рядышком. Это наша красавица. Гудит. Поэтому. Сейчас мы вот на радаре видим её. Работает радио облучение. Просто вот мы. Вот она. На радаре видно, что вот заработала С-6. А наши паразиты уже прошли. И идут уже дальше. Ну. Сейчас мы поедем их поищем. Так. Включаем вот этого прицела. Пусть певикает. Мы сейчас за 6 километров нащупаем. Это. Тоже включим. Педаль вправо. Подъём. И пошли. Искать. Разгон. Как скорость наберёте, уже туда педаль вправо. Правую педаль отпускаете. Скорость набрали. Педаль отпустили. Скорость где-то 100-120. Можно педаль уже отпускать. И пойдёмте поищем этих дяденек весёлых. Куда они свалили. Они уже город прошли. Надо найти. Вот их не видно через прицел. Вот это плохо. Мы можем ещё под выстрелопачи сейчас попасть. Они тоже далеко глядят. А у них хеллфаеры. А хеллфаеры работают. У них другое наведение. Поэтому они могут. У нас радар. Может их и не просечь. Ищем. Они от нас уходят. Мы вышли на охоту. Вот. Выстрел. Можно даже уже из прицела выбрать. Ракета сейчас его догонит. Есть попадание. Ищем второго. Есть взрыв. Он упал. Второго надо найти. Сейчас подойдём поближе. Плохо видно. Вон первый лежит. Посмотрите на это ещё в сторону. Потому что с левой стороны нас могут обработать уже более мощные силы. По карте он удрал уже. Там уже апачи. По-моему мы обоих брякнули. Брякнули. Ну-ка пойдём глянем. Одним выстрелом. Неужели? Чё-то не похоже. А где второй? Такое впечатление как будто их тут два. Второй исчез. Да. Их два. Мы одной ракетой два штуки грохнули. Ладно. Ну теперь поиграем с судьбой. Вот. Облучают нас спереди. Походу это апачи и нас и нащупали. Судя по их боевому виду. Вот они. Судя по радару они перед нами. Единственное что мы можем попасть под холл фаер. Но по-моему у них нету. Я уже не помню. Подойдём на выстрел. Они с правой стороны. Попробуем поймать хоть одного. Выстрел. Ещё один. И уходим. У них 30-ти миллиметровые пушки. Есть. Попадали. И у нас тоже попали. Вот и всё. 30-ти миллиметровая пушка делает своё дело. Видите? Один пониже, другой сверху. Поэтому не судьба. Но ничего страшного. Зато мы поняли, что вот с этими жуками бороться вообще в принципе не надо. Если мы например Black Hawk одной ракетой два штуки заваливаем, то здесь вон лежит один. Но мы две ракеты в него всадили. А этот вот молодец. Ну ладно. Самое главное, что принцип понятен, что куда лететь, как кого бить. Учитесь, начинайте, не бойтесь. Газель, вертолёт тоже хороший. Поэтому всем пока. Вот такая вот байда. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok